Значит, отдела производства прокуратуры FC 027, я бы хотел ознакомиться с видеоматериалами задержания, а именно по отделу датабейза 2000058. Сейчас достану SD-накопитель из боди-камеры, после чего передам человеку напротив. Возьму SD-накопитель у человека напротив, после чего достану КПК из сумки, после чего вставлю SD-накопитель в сумку, после чего включу видеоматериал. Видеоматериал КПК-1 называется, правильно? Да, верно. Здравствуйте, еще раз. Здравствуйте, Феликс. По 10 минуту, форс-эксперинт Сибана. Да, я понял. Видеоматериал КПК-2. Ладно, я понял смысл, грубай. Феликс, грубай. Феликс, грубай. Хорошо. Ладно, смотрите. Добрый день, молодец. Здравствуйте. сейчас секундочку я являюсь агентом любви может я напомню собственно сэр за тебя волосы да у меня когда я сейчас слышу нет у меня потом да когда будут сейчас видишь а сейчас этот жесть вот давай кайф 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 прогрузилась да 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 ты без звуков включил выбери меня и так ну а так ну так сейчас секунду все закроем да 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 . так и пик в пунктах в мере в в в я вас ударю сейчас я вас ударю сейчас подправили подправили убери его да задолбал значит значит делаем следующий а значит он должен вы можете мне дать поправиться молодые так 12 да нет да нет ну как покиньте территорию покиньте территорию так вот мы нашим кроме того что с 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 св с с с с с с с на жизнь и применение насилия это скорее как только 17 2 файла я хочу показать свою жизнь обычно применяется когда по тебе стреляют каждому году на тебя рыжий заставляют а если у него есть и поможет запомнился малых опробов нет умер сомбургсом а то есть он запомнился у нас планировал стоимость не но смотрим а то там еще 17 1 вот моя нашивка у нас есть выбор давать 17 1 или 17 2 или мы можем и то и другое инкриминировать нельзя то и другое я понял за что вы меня арестовали за что вы меня арестовали за что вы меня арестовали о я сейчас сюда как вы меня арестовали у вас задержаны по статье 17.2 а именно применение насилия к услугам как это да все понимаете что сейчас действие с будет но он сам тоже байкер будет 5 минут мы также нарушили стихи у нас в точке семья на проникновение на охране мы территории с двенадцать сентября это быть не забыли нет и дата бэссердачицы нет нет дата бэссердачи дата бэссердачи дата 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 у вас же главный вопрос в адвокате правильно я понимаю не знаю о о о о выдан предрозыск не то я поплакал а последовательность последовательность процессуалки предрозыск у у него лицензия еще забрал на оружие потому что у него 5,56 лежали спасибо спасибо у него лицензия на оружие была? да но обычная для коллекционера лицензия на оружие если я не ошибаюсь позволяет носить с собой любые боеприпасы мне при нем закон открывал об обороте оружие да типа лицензия которого дают шерифы может пользоваться только 9,19 12 на андропои короче я не стану в УПК пристающую всю вашу внешность фотороботам и пистолет повесите значит так я хочу написать заявление на ташкентца короче он как у меня во дворе я хочу написать на него заявление и требовать жизненное в русске вы не находитесь я не в розыске я не в розыске я не в розыске я не в розыске а что там за розыск? я надену латексные перчатки после чего прощу поверхность своей одежды что за розыск? вы сказали я в розыске у вас лицензия есть на оружие? да да есть добрый день тиграл? где она лежит? эээ лежит в нижнем в нижнем в нижнем кармарном смотри папа не жут я взорвала да да но вот и он и будет он дочкам о Ну почему у вас патроны на дробовик и на ружье 5 миллиметров? Для этого нужна лицензия коллекционера. Ммм, вы серьезно. Ммм, вот посмотрите. Видите, какая у вас лицензия? Мне сказали, мне офицер сказал, который мне выдавал. Сейчас посмотрю внимательно лицензию, потом отдам человеку. Смотрите, мне сказали, в процессе, который мне выдавал, ты можешь все покупать, что находится в вооружальном магазине. Все это будет из закона. Я купил патроны. А вот дробовик, который у меня лежит, он у меня у моего друга в багажнике. Ммм, Кирилл, Бум, понял. Так, вынуждены взять все запрещенное, а именно патроны. Так патроны это не запрещенное. У меня же есть лицензия, почему вы из-за мрачь меня патроны? Хотим, ходим, еб... Просто объясню. Я купил вам мешок для картошки. Да, я картошку копаю, я фермер. Понял, фермер. Молоко даю. Молочко даю. Хотите, кстати, молочка? Очень вкусно. Нет, спасибо. Так, напоминаю вам статьи, по которым вы обвиняетесь. Не подчинение госслужащему 17.6. Я вам не подчинялся. Нет. Я просил вас в багированную территорию, а вы меня не слушали. Я нашла, вы уходите, вы на меня, меня заломили и сказали, что я не подчинялся. Затем... Я требую, во-первых, у адвоката, который вы обязаны. Да, да, да. Во-вторых, вы не прочитали мне веранду. А в третьих, вы... Я имею прав на один телефон звонок, и я хочу вам звонить. Конечно. Конечно. Вот что с тобой делать? Я вам должен... Хорошо. А потом можно прочитать веранду. Хорошо. Но не веранду вам. Поставь на паузу. Смотри, по патронам здесь незаконно, потому что... Ну, как бы так сказать, ты незаконно статью инкриминировал, потому что патроны у нас разрешены абсолютно любые, если у тебя имеется лицей. Фишка в том, что ты оружие должен использовать какого-то такого-то калибра. Типа патроны можно носить? Даже если у него патроны на пуле лежали от руки? Даже если у него патроны на пуле лежали от руки? Да. Ему позволяет, если имеется лицей, наружу. Угу. А, на счет аппарациальных действий. У него привел в КПЗ и начал все это делать, но ты у Миранду не провел. Миранда будет дальше. Нет, это первичный только. Ты уже изъял патрон. Ты уже вторичный получается, если ты патроны изъял. Сначала тоже все запрещено. Ну, я два раза и потом еще раз прощу полы просмотрелся. Типа Миранда будет позже. А, то есть, тогда получается, ты патроны ему изъял при первичном опыске? Получается так. Ну, а что мне с тобой делать? Ну, типа адвокат ему тоже был реализован. Я ему такой говорю, вот адвокат, хорошо. Я отписывал в ГОФ, у меня там есть косяк по ГОФу, смотри. Ты отписывал в ГОФ адвокат? Да, я начал отписывать. Он говорит, ладно, не надо. А быстрее меня посадишь. Вот смотри, вишь, там я уже пишу. Ту-гуфу. И я косякнул. И что, пара? Вы не верите. Белый носик. Что? 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 Ничего. Что белый носик? Я прошу нет. Нет, я не помню. Там все это посадить. Ладно, проще, я не могу сделать. Ага. Что у вас слышала, что он отказался? Ага. Что у вас слышала, что он отказался? Да, что я хочу сказать. Да, что хочу сказать. Есть процелка? Есть процелка? Добрый придерживаться ей. Ну, типа, косяк, что патроны излета. И только в этом косяк. Косяк в том, что ты, ну, статью задержания огласил 17-6. Датабайзи-то статьи вообще нет. И какие-то статьи для табайзи прописал? 17-1, 12-8, 17-2. А при чем 17-6, ты немного не помнишь? 17-6, когда это что, стоял на торговке? Вау. Ну, подожди, ты ему потребовал выкинуть после этого? Такой для шивки показал или до? Да, но на откате этого нету. Типа ему таращил, просил тоже покинуть. Он тоже не уходил. Ты не напросил или требовал? Требовал. Ты не дефиксировал себя как сотрудника? Ну, я сначала ему показал, а потом попросил выйти. Можем перемотать, посмотреть. Ладно, давай тогда на первый раз будем с предупреждением рассказать. Ну, и по поводу адвоката он там сам отказался. Да, я вас слышал, что нельзя написать. А по поводу процессуалки. Так, добрые. Ну, окей. То, что я в начале поинкриминировал, должно идти полностью на протяжении всего задержания. Правильно? Еще раз. То, что инкриминируется в самом начале, вот прям при задержании, то потом инкриминируется и на протяжении всего времени. Ну, когда ты на наручники наделал, какие статьи ты огласил, то, что за какие статьи он задержан, то, естественно, ты ему уже инкриминировал. Если в ходе процессуальных действий какие-то еще были нарушены, например, взять, к примеру, тот же 17-13 побег при задержании, ты ему просто говоришь, что так же инкриминировал статью, там, 17-13, вот, и после вторичного обыска обновляешь приоритет, согласно процессуальному кодексу. Ну, когда его зашли, дверь открыли, это же считается тоже, типа, побег при задержании. Когда он убегал, да, я видел, ты мог ему спокойно инкриминировать статью. А в датабейсе она же записана, да? В датабейсе ты уже не редакнешь, плюс датабейс у тебя по статье 17-17-20. 18-8. По факту 12-7, что он нарушил на своей видеозаписи, нету. А потом 12-6, который тоже был на той видеозаписи. Великс, великс. Не 12-7, а 12-8, а, да? Нет, нет, смотри, он же находится на закрытой территории, я про это не видел. Ну, ты говори, что, типа, 12-8 вообще ее, нах, а там не должно быть. Потому что, блядь, ну, за патроны 12-8. Ну, что скажу, давай в следующий раз, пожалуйста, будь осторожен. Окей. Понял. Первый раз обойдемся, просто придет. Хорошо. Старайся больше не нарушать. Окей. Всего доброго. Удачи. Побежали. Но 1-9. ГТО. МОЛИ До скорых встречи. Продолжение следует...